Аплодисменты 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 Мы только что вернулись из Соединенных Штатов Америки с гастролями «Ленкома». Перелет был тяжелый, спектакль у нее сегодня, 12-го, завтра. Спектакль у нее завтра, так что она низко кланялась, но физически долететь было крайне сложно. Саша Лазарев, актер, который сыграл роль старшего сына, он сейчас снимается безвылазно в Керчи, к сожалению. Для нас, по счастью для него, он в обойме, он работает бесконечно, дай Бог, больших успехов. С Сашей не первый раз тоже сотрудничаем, он снимал с меня в предыдущей картине, которая называлась «Артефакт», дай Бог, будем с ним работать дальше. Младшего брата сыграл Паша Трубинир. Все, наверное, знают его путь. Он начинал еще с картины привлечения Тома Сойера и продолжает сниматься по сей день. Мы, кстати, с ним играем в хоккей вместе, в команде ветеранов, так сказать, звезд, ветеранов. И надеюсь, что мы еще приедем к вам в хоккей, еще поиграем. Я, вы видели, когда шел, опять же, фильм о фильме, я представлял актера, которого назвал неволенным, хотя он на самом деле Леня не неволен, а Леня Бичевин, человек, который сыграл немцев, который приехал в гости и так далее, и так далее. Тоже работает. Это, кстати, во время съемок нашего фильма у него родился сын. Так что, по полнению привлечения, что он уже так качественная организация. Женечка Симонова. Великая актриса. Просто великая. Я не могу... Спасибо большое. Слышь, непростые обстоятельства были у нее во время и съемок, и перед съемками, но то, как она сыграла вообще, как она существовала, как она общалась. Я еще с юношеских лет помнил ее фильм и о фоне, и, ну, их можно перечислять бесконечно, и она выросла в большую такую великую актрису. Никого не убедил, кто еще у нас там остался? Да, Сирин Саша. Человек, который сыграл мужа, вот как раз Жени Симонова. С Сашей мы служим в театре уже, наверное, лет 20 вместе. Он, опять же, снимался у меня в предыдущих фильмах. Саша гениальный актер. Он, знаете, как говорят, нельзя переиграть детей и животных. Вот Сирина переиграть нельзя. Вы увидели, что он делает в кадре, и спасибо большое за то, что он был с нами. Настя Марчук, девушка, которая поджигала уже все, так сказать, раяль искусства. Доставили, знаете, что будет происходить. Настя, у Насти это дебют в кино. Настя очень волновалась, трепетала, как осенний листочек. Но все сложилось хорошо. И у нас, знаете, настолько была хорошая атмосфера, настолько действительно позитивная, что после этого участия в нашей съемках, она тоже служит в нас в театре, ее заметил Марган Анатольевич Захаров и начал давать главные роды в театре. Вот что значит Пензенская земля. Конечно же, все то, что происходило здесь, наша работа, наши приезды, наше все невозможно без вас, без поддержки и администрации области, и администрации города. Потому что без той теплоты и того, что они для нас делали, это кино было снять невозможно. Низкий им поклон и огромное спасибо. Последний спасибо. Опять же, вы видели, что происходило у нас во время съемок. Такого не происходило, наверное, никогда. Когда в начале съемок по колено листьев, а в конце уже по колено снега. Выходить из этой ситуации, катастрофически было тяжело. Хотя у нас группа была высокопрофессиональная, но все в один голос по окончанию съемок сказали, что таких сложных погодных условий не было никогда. И нам, естественно, помогали жители Пензы. Многие из них участвовали у нас в подготовке. Без вас, без вашей помощи это тоже было невозможно. Вот то, что вы видите в кадре, в доме, все сделано с помощью жителей, с помощью музеев. Если я вам скажу цифру экспонатов, которые были завезены, а там было фактически завезено все. Мы создавали атмосферу некого такого ближайшего ретро. Я старался время, так сказать, размазать, чтобы было понятно, вроде бы, когда это происходит. Но чтобы это происходило в такой нейтральный период времени. И порядка, по-моему, тысячи экспонатов, начиная с диванов, со статуэток и так далее, было привезено из музеев и поставлено в кадр. И после съемок возвращено на место. В общем, слова благодарности, они нескончаемы. Но самое, наверное, дорогое, это то, что все, кто приехал сюда к вам, оставили здесь в своем сердце. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...